У нас из космоса на Землю сыпется всякая пыль. Ну, потому что она съела ил, который на Земле лежал уже 5000 лет. Если сделать много анализов, то правда вылезает. Статистика, она в целом не врет. Но это все брунские сочинялки. Длина черепа, она есть длина черепа. Антропологу хочется, и он там из пальца высосал, и там, не знаю, из затылка вычесал. Теперь мы посчитали, и у нас циферки все нарисовали. Но эти древние запчасти, они могут быть просто деформированы. Нормальные реставраторы справляются на ура. Ну, если у них руки из нужного места. Итак, здравствуйте. Сегодня наша тема методики, которую применяют антропологи, а также археологи, геологи, палеозологи, палеоботаники и многие другие люди для того, чтобы узнать, что происходило в прошлом. Потому что в прошлом происходило много всего. И иногда представляется, что это как бы мы просто раскапываем, достаем какие-то косточки, камни и про это дело рассказываем. А все вовсе даже и не так. Потому что, чтобы узнать детали и тонкости, а в этом самый интерес, надо узнавать много всяких хитростей и применять всякие хитроумные технологии, которые, к тому же, еще и развиваются. Есть классика, которую не пропьешь, а есть новые слова. И чем дальше в лес, тем больше дров и тем больше этих самых новых слов. Ну, для начала хорошо бы узнать, когда что-то происходило. Для этого существуют методики датирования. Есть методики относительного датирования, есть методики абсолютного датирования. Относительное – это раньше-позже. Таких методик много. Ну, самая такая классика еще там из XIX века – просто стратеграфия. В общем и среднем, чем глубже что-то находится, тем оно древнее. Чем выше, тем моложе. Но это совсем простейшая, конечно, вещь. Есть более изощренные, ну, например, гендрохронология. Когда у нас есть деревья, они растут, каждый год условия немножечко меняются, и годовые кольца тоже немножко отличаются. Соответственно, когда мы находим какое-нибудь здоровенное бревно, ну, допустим, дерево проросло там 60 лет, у нас есть 60 колец разной толщины. Потом мы находим другое дерево, которое выросло чуть попозже и частично совпадает с предыдущим, да, но росло дольше, тоже 60, скажем, лет, но на 30 лет как бы позже оказывается предельный возраст. И когда у нас таких бревен накапливается много, из них можно собрать одно такое супер бревно. Ну, главное, чтобы сохранность позволяла. В некоторых условиях, когда какой-нибудь там супер засушливый климат или какие-нибудь торфяные болота, можно создать такое супер дерево с толщиной колец суммарными, скажем, там на 2 или там 4 тысячи лет. Проблема в том, что на слишком большие интервалы времени гендрохронология не распространяется. Такая же проблема с методикой относительно датирования с помощью илов, ну, бывают такие слоистые глины или илы, когда, допустим, очень тихий водоем, ленточные глины, и вот в этом очень тихом водоеме накапливается ил, ну, прям такими ровненькими-ровненькими полосочками. Если, например, сверху плыл рыбак и уронил крючок рыболовный, или там грузило какое-нибудь, оно упало и сверху заросло другими слоями. И поскольку ровно раз в году происходит отложение, ну, потому что это связано со всякими там водорослями, которые в этой воде живут, и они, собственно, эти осадки-то откладывают, то мы можем посчитать, сколько лет назад что-то произошло. Самые древнючие ленточные глины, ленточные илы распространяются на время порядка 10 тысяч лет, ну, где-то порядок такой. Другая проблема, что это мало где бывает, чтобы такой прямо тихий водоем, и чтобы там прямо тысячи лет подряд все это откладывалось, да еще чтобы мы это изучили, потому что это же надо очень хитро изучать. Там чуть-чуть заболамутишь, и все, ничего уже не узнаешь. И это только самые какие-то северные водоемы, ну, там люди не жили, и поэтому это не очень интересно. Ну, только что для самых поздних времен. Есть методы абсолютного датирования, они гораздо приятнее. Самый известный метод абсолютного датирования – радиоуглеродный. В атмосфере есть разные изотопы углерода, а растения берут только один из них. Они его берут, растение растет, растение погибает, превращается в труху какую-то, и вот этот углерод методом радиоактивного распада превращается в другой изотоп. Когда мы находим эту древнюю деревяшку, а на самом деле это не обязательно должна быть деревяшка, а может быть, скажем, корова, которая съела растение, и в ней тоже этот углерод, а может быть лев, который съел корову, которая съела растение, и в ней тот же самый углерод. Ну, короче, я говорю, любую органику мы берем, там кости можно брать, и смотрим, сколько изотопа исходного, который был, да, и сколько изотопа нового образовалось. Ну, а концентрацию в атмосфере исходную мы знаем. Ну, все это там по не очень мудреной формуле пересчитываем и понимаем, сколько лет назад выросли вот эти вот самые растения, когда они забирали этот самый углерод из атмосферы. Ну, правда, концентрация изотопа в атмосфере меняется, плюс есть всякие хитрости, типа там эффекта резервуара, еще что-нибудь такое, ну, эффект резервуара, это когда, например, росло растение на Земле, оно погибло, да, прошло 5000 лет, водой все это смыло в водоем, в водоеме этот ил съела рыба, мы датируем рыбу, получается, что ей 5000 лет. Ну, потому что она съела ил, который на Земле лежал уже 5000 лет. Ну, такие, оказывается, бывают, но умные люди все это дело учитывают и калибруют эти самые датировки, есть методы калибрования датировок и, соответственно, там разными способами. Но у радиоуглеродного метода есть определенная граница, потому что вот этот самый углерод, он довольно быстро разлагается, ну, у него есть определенный период полураспада и древнее 50 тысяч лет датировки получить нельзя этим методом. Там все уже перешло, как бы в другое состояние, да, и ничего исходного не осталось. Так по-хорошему, чтобы там вот без супер там очистки какой-нибудь, это где-то 30-40 тысяч лет радиоуглеродом еще нормально берет. Ну, вот между 40 и 50 уже там с большими сомнениями, то есть вроде бы да, но как-то так не очень. Но есть другие изотопы, есть не только углерод, есть, допустим, уран, есть торий, есть калий, есть аргон. Ну и, соответственно, изотопов у нас хватает, можно разложить их по хронологии. И вот маленькие датировки мы делаем радиоуглеродом, побольше урановым методом. Особенно приятно, когда где-то были вулканы, которые из Земли выкидывали вот эти изотопы, они откладывались, и мы потом по ним уже смотрим. Бывают изотопы не земные, а бывают космогенные. То есть у нас из космоса на Землю сыпется всякая пыль, в том числе космогенный, то есть космический алюминий и бериллий. И у них какие-то там, опять же, свои изотопы. Когда они попадают на Землю, перерабатываются в другие, своим ходом как бы преобразуются. Мы все это дело, опять же, считаем и определяем, сколько там возраст был. Есть и нерадиометрические методы, когда это не на изотопы завязаны. Скажем, оптически стимулируемая алюминисценция и термолюминесценция. Ну, это вариации на тему. Суть в следующем. Есть солнышко, оно светит на песочек. Фотон, солнышко застревает в песочке, в кварце, потом сверху накладывается отложение, и этот фотон там сидит в этом кварце, теряя потихонечку энергию. Сколько исходного было, мы знаем. Достаем этот кварц и немножечко как бы либо нагреваем, тогда это будет термолюминесценция, либо подсвечиваем, тогда это будет оптически стимулируемая алюминисценция. Добавляем еще немножечко энергии этому фотончику, он прыгает, пробегает какой-то участочек, мы замеряем, сколько он там пробежал, и узнаем, сколько мы добавили энергии, мы знаем, да, и узнаем, сколько в нем еще оставалось. И считаем таким образом, сколько вот этот песок лежал в темноте, перекрытый другими отложениями. Понятно, что там будет погрешность довольно приличная, на самом деле, но для этого делается много датировок, и в целом, в среднем, мы понимаем, когда все дело происходило. Есть, понятное дело, и другие. То есть сейчас вот это методики датирования развиваются так бурно, что я лично, не будучи этим специалистом, даже и названий не знаю этих методов, то есть умные физики, химики и прочие умные люди все это дело разрабатывают безостановочно и иногда с невероятной точностью. Когда у нас датировка, скажем, под 2 миллиона лет, а у нас точность до 10 тысяч лет, что вообще не бывало совершенно, ну, скажем, 50 лет назад такое было вообще нереально, а сейчас уже реально. Ну, это когда происходило? Собственно, что происходило? В каких условиях все это было? Для этого есть, скажем, палеоклиматология, такой огромный раздел географии, по сути, климатологии, который занимается климатом прошлого. А тут масса-масса всяких подходов. Скажем, палеопалинология, то есть это исследование спор, пыльцы, растений, грибов, там, всякое дребедение, которое росло на этой земле. Ему узнаем просто-таки ландшафт. То есть одно дело, если там были какие-нибудь злаковые степи, другое дело дубовые лица, да, а третье там пальмы какие-нибудь росли. Иногда всякие удивительные чудеса выявляются, когда, например, на стоянке Сунгирь, где, казалось бы, там, ледниковый период, северные олени, все дела, а в некоторых слоях, отдельных, прямо вот таких тоненьких, есть пыльца какого-нибудь там дуба или чуть ли не там нелипы, то есть то, что там сейчас не растет. То есть было теплее в этом месте в некоторые моменты ледникового, казалось бы, периода, чем нынче. Ну, то есть ледниковый период не во все моменты был прям такой мегаледниковый, иногда было что-то потеплее. Ну, а ботаника велика, у нас тысячи растений, и узнать можно иногда прям до деталей. Ну, по-хорошему, конечно, надо сделать анализ большой площади на территории. Иногда выявляется, что вот здесь было болото, а здесь был лесочек, а здесь была степь. А когда мы все это на карту современно наносим, ну, еще и с рельефом, ну, не с современным, понятное дело, а с палеорельефом для этого геологии есть, мы понимаем, почему люди здесь вообще жили, что им здесь как бы вот хотелось сидеть. Ну, что сделано для того же самого Сунгиря, например, и там берег ручья, ну, и сейчас, в принципе, берег ручья. Или для Костенок, где мы видим, да, как бы неспроста они тут сидели. Были какие-то такие замечательные заросли, там камыш, куча птиц, рядом брод, там лошади ходят зад-вперед, ну, и на горе сидеть вот над всем этим удовольствием. Радость сплошная. Ну, я бы тоже там сидел. Ну, и, собственно, местные жители так и считают. Поэтому, собственно, деревня Костенки, она и нынче там стоит. Классное место. Поэтому тысячи лет люди там селились. А в разные времена, конечно, немножечко что-то менялось. И это можно прослеживать. Такие вот эти палеопаленологические анализы очень помогают понять, как наши древние предки спускались, например, на Землю во времена, там, 7 миллионов лет назад, 4,5 миллиона лет назад. Вот почему они слезали? И мы видим, что, скажем, раньше были густые тропические дождевые леса, а потом они были более сухие, а потом они превращались уже совсем вроде бы в саванны, да, и какие-то участки леса еще сохранялись, а где-то уже и совсем пропадали. И обезьянам не оставалось ничего другого, как спускаться на Землю. А можно смотреть не на пыльцу, а на то, какой экологический тип растений был, каким фотосинтезом они пользовались. А суть в том, что в среднем травянистые растения и древесные растения используют разные типы фотосинтеза, завязанные на разную химию, там, какая-нибудь щавельно-усная кислота и там еще всякая такая дребедень, а в итоге это, опять же, отражается на составе почвы. И химический анализ почвы может установить палеопочвы, причем, которые, допустим, там, опять же, 3 миллиона лет или там, 4 миллиона лет. И мы делаем эти анализы и понимаем, что здесь было много древесных растений, а здесь было много травы. А это можно перепроверить и кондексировать с данными по фауне. У нас есть какие-нибудь, скажем, короткошейные жирафы, которые просто-таки наверняка питались древесной растительностью, ну, потому что это жирафы. А есть какие-нибудь газели, которые питались низкой травой. И у них разная форма зубов. Или микроэлементный анализ. То есть, если, например, кто-то питается орехами, у него там ванадий накапливается в некотором количестве. А если морепродуктами, там, медь какая-нибудь. Ну, это можно сделать и для людей, но до них еще доберемся. А вот можно для зверей и понять, в каких условиях все это дело происходило. И, собственно, как жили эти самые наши предки. Был ли это лес, саванна, прибрежная зона, морская зона, там, еще что-нибудь, насколько далеко они ходили, здесь ли они паслись, там, кочевали ли они, и так далее, и так далее. Ну, собственно, тут мы подходим, собственно, к предкам как таковым непосредственно. И есть, опять же, классика, а есть новейшие слова техники. Классика – это биометрия. И в приложении к людям это будет антропометрия. И, собственно, приятно, что еще в XIX веке и в начале XX века нашлись умные люди, французы, немцы, наши, у нас Богданов, например, этим занимался, которые создали методики вот этих самых измерений, стандартизованные методики измерений. Особенно отличился на этом поприще Мартин, немецкий анатом, антрополог, краниометр, который написал методику краниометрических измерений. Ну, кроме него много кто писал, на самом деле. Но Мартин свел предыдущие методики, добавил от себя и сделал это оптимальным образом. Поэтому до сих пор, уже там сто лет фактически, все пользуются методикой Мартина. Ну, потому что длина черепа, она есть длина черепа, ее как не измеряя, она длиной черепа останется. Более того, под эти самые измерения были изобретены приборы, инструменты, даже более того, незамысловатые, простые, но очень удобные и вечные фактически. Какой-нибудь там скользящий циркуль, малый толстотный циркуль, большой толстотный циркуль. Но, в принципе, по сути, это циркуль железный. Поскольку он железный, в общем, ничего с ним не происходит. Можно, конечно, его нагреть, согнуть, еще что-то такое сделать, чтобы он поломался, но это надо очень постараться. А в общем и целом очень удобно, что железяка, она и есть железяка. Ее в тряпочку завернул, в рюкзак положил, и хоть на край света поезжай, черепушки измеряй. Очень приятно. И вот этими железками немудрящими измеряются кости. Измеряются не абы как, а по методике по строгой, которая, что, как я уже сказал, приятна, одна и та же по всей планете. И если все измеряют по Мартину, я читаю статью, написанную где-нибудь в Аргентине, или в Японии, или вообще без разницы где, я понимаю, что они измеряли. Я не знаю ни испанского, ни японского, да, и даже английский иногда с трудом понимаю, но, тем не менее, что они измерили, все прекрасно понятно. А понятно, что ни один человек в Японии, там где-нибудь, да, и в Аргентине русского не знает, но наши статьи тоже можно читать, потому что все по Мартину. Мартин первый, длина черепа, Мартин восьмой ширина, Мартин семнадцатый, высота. И все сразу понятно. Можно делать свои собственные выводы. Ну, главное, чтобы опубликовали исходные данные. Тоже не все такое делают. Бывают нехорошие люди, которые измерят и не дадут циферки. Но это такие неправильные. А нормальные люди дают циферки. И, собственно, потом составляются большие базы данных. И с этими базами данных можно работать с помощью статистики. Опять же, статистика возникла еще в девятнадцатом веке в прямой связи с антропологией. И развитие статистики антропологии, это, по сути дела, одно и то же было. Ну, тот же Пирсон, например, он же антрополог, он же статистик, он же биометрик. Все как бы в одном лице. И есть одномерная статистика, многомерная статистика. Замечательно, что классики еще в девятнадцатом, двадцатом в начале века разработали такие методики, которые тогда реализовать не могли. То есть, там, сильно мудреные формулы, хитрые расчеты, большие, просто объемные. То есть, придумано это было, реализовать было нельзя. Но теперь у нас есть компьютеры. И теперь у каждого фактически в кармане есть такие вычислительные мощности, которым все эти пирсоны могли бы только позавидовать и помечтать об этом. А теперь можно. И есть программы, которые все это дело делают, делают красивые, рисуют графики, и можно все это изобразить наглядно, в красках, ввести всякими там овальчиками красивыми, посчитать там корреляции, и сделать там многомерные графики, там, с тремя осями, чтобы это красиво вертелось. И отсюда уже антрополог делает выводы. Ну, когда у нас, допустим, есть измерение каких-нибудь там пятикантропов, и вот у нас наносятся вот здесь пятикантропы, здесь сапиенсы, здесь какие-нибудь неандертальцы, и мы делаем вывод. Вот неандертальцы – предки сапиенсов или не предки, или они там в сторону куда-нибудь вылетают. Если сделать много анализов, то правда вылезает. Что приятно, статистика, она в целом не врет. Есть много баек про статистику, потому что, дескать, там, врет как статистика, или там есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Но это все такие врунские сочинялки сочиняли те, кто к статистике отношения не имеют. То есть вот эти все наветы на статистику, созданные людьми, которые ничего в этом не понимают. А те, которые понимают, они знают, что в среднем статистика не врет. Просто надо соображать, что статистика не гарантирует ничего, она дает вероятности. Тем более, когда мы говорим о людях, о биологии, тем более, когда о прошлом, там, что-то фрагментарное, и мы говорим о некоторых допущениях. Но у статистиков, что приятно, есть методы обсчета наших ошибок, когда мы знаем, насколько мы ошибаемся, и насколько мы это дело предполагаем, а насколько это у нас правда. И поэтому, когда антрополог говорит, что это может быть, он не просто так это говорит, а потому что он это дело посчитал. Ну вот, соответственно, получается, что когда антрополог что-то утверждает, он точно знает, что оно вот так и есть, или может так быть. А большое количество информации одно другое проверяет. То есть, например, у нас систематика гоминид построена по нижней челюсти, по теменной кости, по тазовой кости, и каждый раз она одна и та же вырисовывается, а она одна и та же каждый раз вырисовывается, то мы уверены, что да, эта картина действительно реалистичная. Иногда бывает, что по каким-то данным что-то в сторону улетает, и тогда мы выясняем, почему такое происходит. Так что многомерная статистика, это сейчас тоже бурно развивающаяся область, хотя я уже сказал, что основные методики созданы еще сто с лишним лет назад, но это не отрицает того, что можно делать новое. Например, современные методы обработки позволяют делать сразу автоматически, как бы, по сути дела, реконструкции, то есть обрабатывать массивы с неполными данными. В классическом варианте, чтобы посчитать все вот эти черепушки эпидекантропов, они должны быть все измерены по всем параметрам. Ну, то есть, допустим, если я в анализ вношу 20 измерений черепа, то на каждом черепе должны измерены быть эти 20 измерений. Если там что-то отколото, то у нас этот череп в статистику не войдет. А современные методики позволяют внести даже те черепушки, которые, строго говоря, раздолбанные и которые, ну, по-хорошему, как бы, по старым методикам вносить нельзя. А новые там автоматически считаются всякие корреляции, делается как бы такая автоматическая реконструкция и в расчет идет. Ну, достоверность там немножечко падает, но ничего не мешает сделать обработку по полному набору данных и по вот этому реконструированному набору данных, а потом посмотреть, насколько совпадает или нет. Ну, и можно сделать просто проверки. То есть взять, допустим, идеальную выборку с полным набором всего, потом часть информации просто из баз данных изъять, посчитать по неполной базе данных и сравнить, что получилось по полной, по неполной, насколько оно одно и то же. И чудесным образом получается очень похоже, потому что, опять же, статистика такие не врет. Поэтому, как минимум, последовательность эволюционных стадий, кто из кого произошел, в каком направлении двигались там все эти изменения черепа, лица, надброви, зубов и так далее, мы знаем математически точно. То есть это не потому мы произошли от каких-то там протосапиенсов, а они из там эректусов, да, они из хабилисов, там, они еще из кого-то, не от того, это так, что антропологу хочется, и он там из пальца высосал, и там, не знаю, затылка вычесал, а потому что это просто математика. В этом смысле современному антропологу живется немножко, конечно, скучнее, чем антропологу сто лет назад, потому что сто лет назад у антрополога булькала фантазия, и он, найдя какую-нибудь черепушку, мог, в общем, вполне себе сочинять всякие разные гипотезы, а теперь мы сочинять не можем. Теперь мы посчитали, и у нас циферки все нарисовали. Но другое дело, что все время данные появляются, и методики тоже развиваются, поэтому мы можем выявлять такие тонкости детали, которые раньше было выявлять невозможны. Но это такая прямо мега-классика. Есть более хитрые варианты. Можно ведь не просто измерить черепушку железякой, а можно измерить черепушку лазерным лучом, всякие там 3D-модели строить. В чести таких работ, суперновых данных, честно говоря, не появляется. То есть от увеличения количества измерений выводы, как правило, особо не меняются, потому что предки тоже были не дураки, в смысле недавние предки, тот же Мартин, Богданов и прочие. И когда они все это дело разрабатывали, они сделали почти близко к идеалу. Поэтому есть некий стандартный набор измерений, по дебетсу, допустим, порядка 20 измерений на черепе, из которых мы все основные выводы можем уже сделать. И практика показывает, что если мы сделаем на том же черепе тысячу измерений, или миллион измерений, но с помощью лазерного луча можно такое сделать, то вывод у нас не изменится вообще практически. Ну, чаще всего. Но 3D-моделирование позволяет гораздо тщательнее делать реконструкции. А это очень круто. Раньше реконструкции делались руками. Ну, я, в принципе, вот так больше люблю, когда есть раздолбанная какая-нибудь черепушка, и прямо вот отдельные косточки склеиваются между собой, собираются, да, и получается цельная черепушка. А чего не хватает, там долепливается из какой-нибудь мастики. Ну, с оригиналами такое лучше, конечно, не делать, потому что можно там что-нибудь повредить, отломать. Хотя раньше с оригиналами делали. Но можно сделать модельки самих частей, а из них уже склеивать, собственно, итог. Но эти древние запчасти, они могут быть просто деформированные. То есть, если, например, череп пролежал 2 миллиона лет в земле, мало того, что он поломался весь, так там сами кости еще и скривились. То есть, они могут форму просто изменить довольно-таки основательно. Такое вообще на каждом шагу бывает. И если мы просто возьмем много-много фрагментиков и попытаемся сделать вот эту трехмерную мозаику, она у нас не сложится. У нас будет кривой череп, неправильный. И выпрямлять его вручную будет очень сложно. Ну, хотя, в общем, нормальные реставраторы справляются на ура. Ну, если у них руки из нужного места. А 3D-моделирование в этом смысле выгоднее, потому что мы там можем делать все, что угодно. Это же компьютерные циферки. И мы можем изменять выпуклость, подгонять, подправлять и доводить все это до некого идеала, ну, затрачивая гораздо меньше времени. То есть мы делаем 3D-модельку каждого фрагментика и складываем из нее целый череп. А когда у нас объемы материала большие, это очень даже здорово получается. Ну, например, в пещере Симон-де-Лос-Уэсос, где, кстати, много всяких методик отработано, найдено порядка 30 черепов, а сейчас, может, уже и больше, древних людей с древностью полмиллиона лет, ну, там, 450 тысяч лет. И они найдены в виде трухи, строго говоря. То есть там каждый череп из полутора сотен фрагментов может быть. И все это еще и перемешано в огромных толщах отложений. И вот уже лет 50, наверное, выкапывают с 70-х годов эти запчасти, и получается такой совершенно безумный трехмерный пазл, где порядка 30 черепов, а там ведь не только черепа, нижние челюсти, лопатки, тазовые кости, там все что угодно есть. И из всего этого склеиваются вот эти вот скелеты. Они там целиком фактически лежат. Как бы потерь-то немного. Но задача все это собрать. И поначалу склеивали так прям целиком, просто из оригиналов. А сейчас 3D-моделирование прям все это дело ускорило. И неожиданно выясняется, что, допустим, были примеры, когда была передняя часть черепа и задняя, считалось, что это разные черепа. А потом еще там пара фрагментиков нашлось, и там бац, оказывается, что они таки стыкуются вместе. И получается, что это один череп. Но зато целый. Было две половинки, да, оказался один целый. И можно делать иногда такие химерные немножечко реконструкции, когда, допустим, найдены фрагменты от нескольких разных черепов, ну, какого-нибудь там экзотического вида, или там какое-нибудь место особенное. Но нам хочется целый череп, да. От одного сохранилось височная кость, от другого затылок, от третьего там еще что-то. Они все разного размера. И если мы будем это клеить из оригиналов, ну, получится бредятина, потому что они просто как бы разного возраста, пола и размера. А 3D-моделирование позволяет все это подогнать, склеить вместе и получить красивую картиночку. Ну, она скорее иллюстративное будет значение иметь больше, чем научное. Но немножко и научного тоже. Для древних приматов это прям здорово работает.